В Хабаровске продолжается конкурс проектов, в результате которого решат, что именно будет построено на косе возле речного порта Заимки. Рассматривают только уникальные проекты, несущие практическую пользу. Мы хотим сделать что-то, чего еще никто не делал, для того, чтобы это служило дополнительным привлечением не только туристов, но и даже наших хабаровчан, чтобы было такое место в городе, куда можно приехать, похвастаться, что это как 8-е, 7-е, 9-е или 30-е чудо света. Участники конкурса предложили несколько проектов смотровых площадок, но есть и другие идеи. К примеру, настоящее воплощение легенды о реке Амур, статуя черного дракона. 24-метровая светящаяся конструкция могла бы стать символом общности культур двух народов. Поднебесная буквально на другом берегу, и нашего черного дракона намерены подружить с красным китайским, а заодно прибавить хабаровчанам знаний о родной земле. Мы очень любим американских индейцев, мы воспитаны на фильмах, мы совсем не знаем собственный малый народ на земле, которой мы проживаем. Мне кажется, очень логично и естественно и правильно установить символ охранника и покровителя реки Амур, дракона, черного дракона Пуймур. Другой необычный проект – маяк, который по замыслу автора будет стилистически сочетаться со зданием речного порта. Но главная особенность в том, что этой достопримечательностью можно будет любоваться не только снаружи. Маяки, они обычно же закрыты, недоступны. Хочется в это место зайти, посмотреть, там все пощупать, потрогать, подняться по этой винтовой лестнице. Ну и вот мы решили сделать такой как бы бонус. Каждый из проектов по-своему интересен, выбор сделать будет сложно. Мы спросили хабаровчан, что они думают о представленных на конкурс проектах. У дракона это будет довольно-таки символично и будет очень видно нас со стороны, что вот будет светиться. К тому же, если будут кто-то проплывать мимо, приезжать, сразу будет видно, что это хабаровск. Поинтереснее маяк будет для жителей, потому что альтернативы такой у нас еще не было в городе. Все-таки смотровая площадка. Ну если это на заимке, ну там в общем-то достаточно, конечно. Там, конечно, есть чем полюбоваться. То есть пейзажи, конечно, у нас очень красивые. Что касается дракона, во-первых, да, если брать именно взаимоотношения России и Китая, это хорошее преимущество России, нужно дружить с Китаем. Маяк, так интересно будет и детям посмотреть, как они устроены изнутри. Смотровая площадка, потому что это очень интересный туристический объект, было бы интересно и нам, и гостям города, тем более в таком удачном месте. Что ж, интерес хабаровчан вызвал каждый из предложенных проектов. Ну а какой именно новый объект появится в городе, станет известно уже 22 августа. Анна Комарова, Дмитрий Комков, программа «Настоящее время».